Всем привет! Сегодня хотел бы сделать обзор на новую колонку Xiaomi, которая только недавно вышла. Мне она наконец-то пришла, буквально совсем недавно, и вы знаете, оставила очень приятные впечатления. Учитывая то, что она стоит где-то в районе 20 долларов, сейчас на GearBest на нее даже скидочки, и можно взять где-то в районе 23, по-моему, долларов. Я считаю, что это будет прекрасная замена тем колонкам, которые выходили первого поколения. Помните, такие тоже круглые, отличная колонка с хорошей емкостью. Вы знаете, работает она очень долго, я пытался ее высадить где-то в районе 8 часов, она работала на максимальной громкости. Я вчера просто весь день ее слушал, и она никак не высаживалась. Конечно, весь секрет в том, какую музыку вы слушаете. Если вы слушаете агрессивный такой тяжелый рок, например, или электронную музыку интенсивную, то, само собой, высадится колонка быстрее. Я где-то часов 5 слушал просто очень плотный такой транс, где постоянно были такие барабаны и бас-партия, и колонка никак не села. А потом я еще где-то часа 3 слушал джаз. Конечно, джаз он не такой плотный по своему звучанию, и поэтому колонка не так интенсивно работала в динамике, естественно, не так интенсивно потреблял питание-усилитель, и, естественно, колонка в таком чуть более экономичном режиме работала. И вот 8 часов мне удалось выжать из этой колонки, хотя по паспорту обещали 7 часов. Может быть, я где-то ошибся на часик, может быть, я что-то не так замерил. Но вот такие результаты у меня тестов появились. Итак, колонка выглядит очень красиво, просто невероятно, держит в руке, просто сидит отлично. Мне кажется, что будет не только отличным таким элементом интерьера, но и поразит вас своим звуком, потому что звук у нее достаточно приятный и чистый. Единственный момент, что я уже разбалован звуком, который выдает вот эта колонка от Xiaomi, на которой у меня был обзор на канале, можете посмотреть, очень интересная колонка. Я, конечно, разбалован ее басами, ее громкостью, и поэтому данная колонка меня звуком не сильно поразила. Но если вы до этого не имели колонок, например, или имели какие-то дешевые, там, ноунеймы, то данная колонка вам, конечно же, понравится по звучанию. Звук такой чистенький и громкий. На максимальной громкости он не имеет искажения, это тоже большой плюс. Звук у нас идет именно отсюда, здесь находится динамик. Прикрыто это все у нас дело сеткой, а сверху у нас такая тканевая штуковина. Здесь внутри такая фаска, очень приятно так выглядит. А здесь идет такой достаточно острый край, но рука не врезается, очень приятно. Громкость регулируется вот сюда, вот плюс, сюда минус, как вы можете заметить. Нужно где-то сделать три оборота полных для того, чтобы полностью прибавить громкость. Три-четыре оборота. Также колоночка у нас поддерживает нажатие для того, чтобы колоночку включить. Нужно, например, нажать на нее вот так. Все, она включилась и начинает моргать. Когда моргает синий светодиод, это говорит о том, что она ищет Wi-Fi сеть. Когда она подключится к Wi-Fi сети, светодиод будет моргать, но уже с меньшей интенсивностью, очень такими редкими вспыхиваниями. Красный свет моргает тогда, когда колоночка высажена. Вернее, он изредка появляется так. Когда колонка садится или полностью горит, я уже не помню. А когда вы заряжаете, тоже горит красный светодиод, заряжать можно вот здесь. Вот есть порт, 5-ти вольтовая обычная зарядка, от любого смартфона подойдет, от любой розетки с USB портом подойдет. Кабель в комплекте, к сожалению, не идет. То есть в комплекте идет просто сама колонка без ничего. Колонка поддерживает еще два режима. Первый это вот включение, когда вы нажимаете. Потом для того, чтобы отсоединить колонку от устройства, к которому она подключена, нужно два раза нажать. Ну и чтобы выключить, нужно удержать так же. Все, видите, красный светодиод показал, что колоночка выключена. Здесь у нас внизу резиновая часть, для того, чтобы колонка не скользила. И она действительно не скользит, она очень так упруго сидит. На максимальной громкости колонка не болтается, никуда не прыгает, никуда не съезжает. Это тоже большой плюс. Регулятор громкости у нас не регулирует громкость на самом устройстве, а регулирует лишь громкость самой колонки. То есть, если вы включите на максимум на своем телефоне громкость, это не значит, что колонка будет играть на максимум. Пока вы здесь не дадите максимум, колонка не будет играть на максимум. Это, я считаю, большой плюс. Иногда смартфон находится далеко, и там на нем регулировать достаточно долго. И вот такой крутилочкой. И регулировать громкость. Как вы можете услышать, есть такой легкий хруст. То есть, это фиксация происходит. Нету постоянного кручения. Идет фиксация на такие позиции. То есть, колонка, я остался доволен. Своих денег она, конечно же, стоит. Однозначно, как вся продукция компании Xiaomi. Сделана очень качественно, сделана красиво. Я рекомендую к покупке. Я покупал ее на Алиэкспрессе. Ссылочку я положу в описании к видео. Но вы можете купить ее дешевле на GearBest. Я также положу ссылочку в описании к этому видео. Заходите, смотрите. Возможно, найдете где-то на Алиэкспрессе дешевле. Но пока на GearBest самая низкая цена на эти колонки. Также есть она в белом цвете. Точно такая же, только белого цвета. Мне показалось, черная более интересна. Потому что белая... У меня и так хватает белой продукции Xiaomi. А черненькая, ну такая, более интересная. И на нее была, по-моему, чуть ниже цена на доллар или на сколько. А я, как человек, который не имеет большого дохода, считаю каждый доллар. Поэтому вот данная колонка была приобретена со скидочкой. Колонка у нас чисто Bluetooth. То есть здесь нельзя подключить какую-то карту памяти или проводом подключить ее. Это чисто Bluetooth колонка. И, конечно же, это видно из ее стоимости. Вот в отличие от этой колонки, которая у нас, как видите, может поддерживать очень много различных функций. Мне в комментариях пишут, что хотят увидеть обзор и сравнение всех трех колонок Xiaomi, которые у меня есть. Если это так, напишите об этом в комментариях. Чем больше таких комментариев будет, что вы действительно хотите увидеть обзор. Я там постараюсь включить звук на каждой колонке. Я постараюсь их сравнить по цене, по качеству звучания. Если вам это нужно, то напишите об этом в комментариях. Либо просто поставьте лайк. Чем больше лайков наберется, тем больше я пойму, что вам действительно интересна эта тема. И стоит заморочиться, потратить час-два своей жизни для того, чтобы для вас сделать это полезное видео. Ну что ж, на этом все. Ставьте пальцы вверх, если это видео было вам полезным или понравилось. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Скоро будет, скорее всего, конкурс. Чем больше вас будет в группе ВКонтакте, тем быстрее будет конкурс. И чем больше вас будет подписано на Ютюбе, тем быстрее будет конкурс. Ну что ж, подписывайтесь еще на Твиттер. Там бывают интересные всякие новости из моей жизни. ВКонтакте бывают интересные видео, интересные новости, которые вы не увидите на канале на Ютюбе. Поэтому рекомендую подписаться. Ну, у кого нет контакта, заведите, очень классная штука, там можно слушать музыку бесплатно. Ну что ж, всем хорошего настроения, увидимся в следующих видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Подключу ее и включу какую-нибудь музыку, достаточно так бегло, для того, чтобы вы послушали и вообще поняли, стоит ли вам покупать данную колоночку. Вот таким китайским голосом она говорит о том, что она подключилась.